Привет, мастеровые ютубы. Мастеровые тоже любят отдыхать, не все время же с нам железками заниматься. Прямо было такой вот фонтанчик. Фильм посвящается, как его запустить. Это очень важно, не всегда правильно все запускают. Что я делаю? Ну, краска здесь, конечно, соответственно, все, но для дешевизны это самое сделано. Брала его где-то 9 лет назад, где-то 1002 на рубли перевести, даже больше, на 2,5. Он не обошелся. Но краска, значит, кажется, выгорает и теряет свойства свои. Вот что я для начала, это я уже сделал его, то есть привел его в божеский вид. Вот у обыкновенную, вот такую наждачку, сотка. Вот это все я потер, потер. И потом это самое восстановление краски я, значит, делаю вот таким вот. Сперва я делал эти самые масляными красками, там. Применял. Но все это дело облазит и очень плохо держится. Буквально на сезон хватает. Вот потом я начал променять вот такие вот, типа морилка. И типа вот от принтера у меня вот такой вот краски всякие, там вот это желтый, зеленый и красный, черный и красный, значит, есть. Вот это дело я все кисточкой вот это вот подкрасил, почистил везде вот это все дело. Что значит обрезала краска, значит, все поубирал. Вот это у меня вот такой вот вид получился. Вот теперь, значит, дошло время до главного здесь инструмента, как раз от прибора. Это насос, который находится в средине. Насос находится снизу, он постоянно утоплен в воде, то есть, среда здесь всяческая бывает. Вода нагревается, то есть, у него самые плохие условия. Значит, он соединен трубочкой, трубочкой. Эта трубочка посредине вот это идет и вот сюда вот выходит. Вот, снять его, значит, легко, вот этот насос. Значит, ну я здесь уже его снял, вытащил вот так вот раз. А тут вот с этой стороны идет отверстие, где кабель входит в резетку. Вот я его снял, вот этот кабелек сюда надал. Вот этот вот вытащил, покрутил, не покрутил немножко и вытащил. Опаньки. Вот он у нас вот такой вот носок имеется. Значит, когда мы, значит, вот это дело, если, значит, как его запускаю я. Значит, в резетку, в резетку вот этот тыканул один раз. Если он это сама не заработал, то дальше лучше не пробовать его пытаться запускать, потому что он может зареть. Лучше всего это самого-то его вытащил. Вот так вот. На китайский, но надежный. Вот что тут написано на нем? Ну, на, здесь уже. Сейчас потрем его. Так, что мы тут видим? 220 вольт, 220-240 вольт, 8 ватт он потребляет. Вот, ну, мадынчина, наверное, тут она. Ну, работает нормально. У него идет забор воды. Отсюда выход, который идет на кран. Вот, а здесь вот такая штучка имеется. Напор больше можно, вот это меньше напор, вот это больше напор. Ну, я делаю примерно вот так вот, чтобы он не сильно перерабатывался. То есть сбор этой самой воды у него здесь понижается, и его производительность меньше становится, соответственно, и ваты поменьше. То есть там всяческие магнитные поля крутят его. Вот здесь вот имеется, вот здесь вот лопасти такие, видно, нет, сейчас посмотрим. Водяной, значит, пусть он у вас, где у нас побудет немножко. Вот в середине заглядываем, вот там вот видно, нет, я не знаю, наверное, не видно. Там вот эти вот лопасти есть. Вот эти лопасти, когда мы, значит, намочили, их надо чуть-чуть крутануть. То есть с места, чтобы он сорвался, потому что это самое там, оно заиливается, закисливается, кажется. О, сейчас хорошо было видно. О, ну, они, видите, лопасти. Вот их надо первую вот такую отверточку небольшую. Сейчас хорошо было видно. И вот так вот вижу, там где лопасть находится. И так вот его туда-сюда, туда-сюда. Ну, так, посмотрим, крутанулась она или нет. Ну, сейчас крутанулась. Я лопасть эту вижу. Вон она. Вот так вот. Все, крутанулась. То есть с места мы сорвали его. Сорвали его. Проверим работоспособность. Значит, поставим вот тут на максимум. Вот так вот. Как она работает. Так, это погружаем туда. Значит, руками желательно, конечно, его нежелательно, а держать надо, потому что мало ли, что пробой какой-нибудь там будет. Вот, значит, мы его поместили там, да? Он укрылся там водой в забор. Вот, теперь можем мольчать. Берем напряжение подаем. Опа-ка. Достаю. Так, и вот так вот примерно. вот на такое положение ставлю опускаем этого водяного сюда вот это мы достаем с розеткой есть еще поменьше сделаем его вот на почти на минимум есть место опускаем подаем напряжение ну так вполне нормально вот эти накормки сделать вот эти края чтобы он шлангу лучше попадал вот положим сюда ватку его могу нас сточим в порядок ватку вытаскиваем на соединение со шлангом который находится вот там всегда бывает легко одеть его потому что задубенело когда сюда шланг я применяю феном немножко прорываю там быстренько пока она горячая тепленько одеваю вот этот подробок соединяю со шлангой неудобно конечно сделано вот это дело порядок вот никаких хомутов ничего там не надо то есть если вода где-то будет там и просачиваться немножко она никогда не просачивается в принципе поможет здесь очень хороший это самая трубопровод не забивается никаких хомутов держится но нормально и без этого вот сделал потом вот эту слабую через заднее то отверстие вытаскиваю убираешь запас так рассказать все все у нас сделано там надежно герметично работает 9 лет пусть проблема только при запуске потому что зимой это стоит как говорится осенью при запуске немножко вот это вот я занимаюсь рядочек вот ну и как говорится вот это вот хозяйство я все значит как говорится вот этими красками еще раз повторюсь значит впитывающим то есть краска должна впитываться в этот материал если будет корка она будет сладень вот но соответственно сами понимаете что на дожди это все дело потечет вот когда будет влага вот то есть я значит беру потом еще и вскрываю не беру а можно сказать я первый раз это делаю вот я вот это сделаю лаком то есть автомобиль я делаю это с автомобилей лак он двухкомпонентный очень крепкий проверено нитролаком плохо получается буквально пол сезона надела все это дело слазит вот у меня то есть я машина занимаюсь вот акриловый лак и к нему катализатор все это дело смешиваем согласно инструкции можно у кого есть поливизатор конечно лучше вот у кого нет кисточкой ну мне кажется кисточкой нормально то все получается хорошо это дело смешиваем как положено потом после смешивания чтобы эти пузыри ушли надо немножко подождать так примерно для того чтобы лучше оно прихватилось значит я немножко прогреваю ну можно на солнышко поставить но у меня фен есть в принципе солнце есть не по барабану чтобы она нагрела потом она лучше расширяется и тогда лак очень хорошо пузыри ушли теперь лачим ну можно весь лачить можно я хочу не весь пусть она остается вот просто те места где вода не будет иди вот эти желтым подкрасил ну таким вот образом кисточкой нормально у нас получилось все все блестит как она держаться будет посмотрим ну должно быть хорошо вот после этого двое суток на чтоб хорошо на солнце просохло вот потом можно воду заливать сразу воду заливать нельзя говорят наши философы конец делаю итак мы наливаем сюда водичку он так есть такой хорошо ура вот 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 он и сегодня она почему Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...